Итак, почему в Минздраве считают, что у оппонентов медреформы не получится ее остановить? Обсудим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, он гость подробностей недели, депутаты именно от этой полицилы и зарегистрировали то самое постановление, без рассмотрения которого спикер и президент теперь не могут подписывать принятый законопроект. Ничего не напутал, Юрий Анатольевич? Здравствуйте. Добрый вечер. Но, похоже, что ваши планы не сильно пугают Министерство здравоохранения. Вот заместитель Ильяна Супрун в интервью сказал, что у оппонентов медреформы не хватит голосов, чтобы провести постановление. Получается, что у нас большинство депутатов все-таки поддерживают идею Супруна? Ну, действительно, наша фракция голосовала против этого закона, потому что мы считаем, что в условиях, когда 60% населения находится за чертой бедности, узаконивать платную медицину – это преступление. И второе, вот эта коррупционная конструкция, которая называется Агентство по здравоохранению, которая будет делить 97 миллиардов, это противоречит всем принципам децентрализации и вообще здравого смысла страны. Более того, при голосовании были нарушены процедуры в парламенте, и мы зарегистрировали постановление об отмене этого голосования. Понятно, что это постановление не будет принято. Понятно, что найдется, поскольку нашлось большинство на принятие этого закона, то не пройдет наш вариант. Но, тем не менее, мы будем бороться дальше. Если будет подписан этот закон, то мы готовим обращение в Конституционный суд о нарушении прав людей при внедрении вот этого закона. Мы будем бороться, потому что за нами правда, потому что этот закон, он практически, это называется медицинский геноцид, как его назвали уже врачи. Но вот, конечно, главный вопрос вы уже затронули, вы говорите об узаконивании платной медицины. Это, наверное, один из самых главных вопросов, которые сейчас обсуждает общество. Есть разные цифры, но не выданные официально. Депутаты хотя бы знают, о каких расценках на медуслуги идет речь или нет? Я хочу сразу сказать, что мы, подготовив альтернативный вариант страховой медицины, в классическом понимании, мы понимали, как это работает, поскольку это работает в многих странах, и они успешно этим принципом пользуются. За операцию, за лечение платит страховая компания. Если это пенсионер, то из бюджета получает деньги, если работник, то за это платит работодатель. Что касается расценок, сведения самые противоречивые. Операция шунтирования стоит от 60 до 100 тысяч гривен. Причем никто не может толком сказать, сколько операций будет льготных, сколько операций придется оплачивать людям. Полная неразбериха, никто не может сказать, по какой принципу будет насчитываться зарплата врача. И вот таких вот вопросов очень много, абсолютно непродуманный закон, социально чувствительный, затрагивающий колоссальное количество людей, и при этом неподготовленный. Но если вы говорите, что закон непродуман и неподготовлен, вы верите в окончательную реализацию всех его пунктов? Безусловно, нет. Как только столкнуться с практической реализацией, мы уже видели на примере нескольких больниц, общаясь с врачами, которые тоже не понимают, что это будет, но уже видно, что это не пройдет. Поэтому не надо было вообще это затевать, надо было сделать то, что сделала весь мир, страховую медицину в классическом плане, так, как мы предлагали. И не было бы такого безобразия, которое мы видим сейчас. Давайте теперь о другом безобразии, которое мы наверняка точно увидим, голосование за бюджет, вернее торги перед этим голосованием. Политики уже высказывают очень много замечаний к этому документу. Как вы думаете, 226 наберется и как быстро, и что нужно все-таки изменить в этом проекте госбюджета на следующий год? Действительно, голосование за бюджет в первом чтении стоит на вторник. Я могу сказать позицию нашей фракции. Мы не будем голосовать за вариант правительства, поскольку видим, что там нарушаются права наших людей. Социальные выплаты практически, даже с учетом инфляции, снижаются. Они остаются на этом уровне. А растут выплаты на силовые структуры. Суммарно на 21 миллиард растут выплаты на полицию, пограничников, прокуратуру, службу безопасности. То есть идет построение полицейского государства с бедным населением. Кроме того, административные органы получают солидную добавку. Ну, например, кабинет министра получает плюсом 2,6 миллиарда гривен. При том, что обрезаются все выплаты на инвалидов и по уходу за детьми, матерям-одиночкам и чернобыльские. Все социальные выплаты практически с учетом инфляции уменьшаются. Поэтому мы против такого бюджета чиновников. Но мы подготовили свой вариант, передали его в бюджетный комитет. И будем наставить, чтобы это был бюджет для людей, а не для чиновников. Мы будем голосовать только за свой вариант бюджета. И еще о тех, кому тоже, по-моему, в следующем году ничего не достанется. По крайней мере, судя по заявлениям правительственных чиновников, пенсионерам ждать повышения пенсии в следующем году не приходится. Как вы думаете, это можно изменить в госбюджете на следующий год? Можно додавить Минфин, ну, выбить хотя бы еще одно повышение пенсии? Ну, смотрите, если взять наш вариант бюджета, то, безусловно, да. Поскольку у нас заложено повышение пенсии на базе того, чтобы уменьшить выплаты на силовые структуры, заложить увеличение доходов бюджета за счет реальной инфляции, снизить в два раза коммунальные тарифы, которые практически съедают любое повышение, если оно такое даже будет. И если это принять, то, конечно, это можно. В сегодняшнем варианте правительства я не вижу там доброй воли для того, чтобы помочь людям. Нет, такого и есть просто вот тупо проталкивают вариант правительства, вариант строительства полицейского государства с бедным населением. Хорошо, но не бюджетом единым вы будете жить в парламенте ближайшие два месяца, хотя работать осталось, по-моему, четыре пленарные недели. Две в ноябре и две в декабре. Вопросов масса, да, накопилось? Законопроектов тоже. Как по вашему прогнозу? Каких решений, рассмотрения каких законопроектов ждать в ближайшей пленарной неделе? Я вам могу сказать позицию нашей фракции. Мы будем требовать отчета правительства за год, который они отработали, даже больше уже. И мы будем требовать предоставления программы выхода из экономической кризиса, которая у нас сегодня есть. Если правительство не будет представлять эту программу, мы будем требовать, чтобы оно ушло в отставку. Точно так же, учитывая вакханалию преступности в стране, которая в том числе и ваша передача освещена, мы будем требовать, чтобы руководители правоохранительных органов пришли и отчитались в парламенте, что вообще они будут делать с тем безобразием, которое происходит в стране. Такое постановление о их отчете мы уже зарегистрировали и передали в парламент. Вот это для нас принципиальные вопросы. Это, в общем-то, волнует всю страну. Согласен с вами. Спасибо вам за этот разговор. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко отвечал на мои вопросы. Спасибо, что пришли.